Практически на каждом участке и клумбы с экзотическими цветами, и грядки с новыми сортами картофеля, и ажурные беседки, веселые фонтанчики и добротные баньки. А еще теплицы, выстроенные по последнему слову аграрной техники, с применением самых современных материалов. В удовольствие. А бизнес, что это такое? Деньги зарабатывать? Что за удовольствие? В удовольствие. Для себя. А не на поток. Вячеслав Углов посвящает свое свободное время строительству очередной теплицы. Работая с отцом в четыре руки, Угловы за несколько дней подготовили подарок для хозяйки участка. Порядок, чистота и уют царят на участке у пенсионера цеха номер 21 ВСМПО Дмитрия Шкабары. Дмитрий Николаевич человек активный, и работу постоянно имеет, и занимается внедрением инноваций при взращивании овощных культур. В этом году он решил освоить новый метод посадки картофеля. Да, это как бы немножко взято из голландского способа, чуть-чуть. Но там нужно 12 условий соблюсти, чтобы получить урожай. Ну, у нас обходятся двумя всего. Все просто. Клубни не закапываются в почву, а засыпаются сверху холмиком земли. Второе условие – это окучить посадку дважды за сезон. Почему в холмиках? Что здесь прогревается, и она вроде должна лучше расти. Но опять же, если взять нашу засушливую местность, опять же, здесь сухо. Но благо у нас постоянно есть вода в саду. Можно полить в любое время. В этом году воды у садоводов 11-го товарищества будет предостаточно. Новенькая водонапорная вышка сможет обеспечить необходимым количеством влаги и каждый кустик картофеля на грядках у Дмитрия Шкабары, и каждый цветочек на клумбе у Надежды Урванцевой. Пожалуй, у этой хозяйки собраны самые пышные бутоны анютиных глазок и петуний. Такие цветы размером с ладонь – нынешний дебют в палисаднике Урванцевых. Эти сорта привезены из Челябинска по заказу через интернет. Здесь же на бескрайних просторах интернета соседка Урванцевых Вера Кондратьева заказала и посадила на своем участке удивительный сорт цветов. Ну вот я заказала это пять луковиц, ну что будет, не знаю, может… И все пять у вас взошли? Да, вот получается так, что все пять. Но самое интересное, у меня вот стоят тюльпанчики, тоже заказывала я их пять штук. Бордюрные тюльпанчики, правда были на картинке красные, вышли белые, но я таких тоже не видела. Реклама сайта обещала, что стебель цветов вырастет до полутора метров в высоту. Это сейчас можно найти в интернете все. А раньше Чета Кондратьевых многие саженцы привозила с Северного Кавказа. Вот, например, дуб с желудями посажен в честь первого внука, белая сирень – в честь внучки. Доброй традицией посадить дерево и родиться внук, эта семья охотно делится с соседями и друзьями. Мы отдали и клен, мы отдали и дуб, и дали тоже с таким намерением, чтобы вот у них кто-то родился. Просто нету пока никого. Хозяйка не верит в приметы и считает, что… Жалко резать дерево, да, но еще чем больше его режешь, тем больше веточек дается. То есть он же еще гуще будет. И вообще любой садовод должен быть садистом. Обстричь, значит даст две веточки, две обстрегешь, четыре будет. Но это на любой смородине так. Опрятные, чистые, засаженные и засеянные участки салдинцев позволяют утверждать. Для тысяч горожан ноющая спина после субботни-воскресного отдыха остается самым лучшим средством от постзимних андры и авитаминоза.